Доброе утро Впервые за долгое время представлен писатель Александр Цыпкин Ну, были и режиссеры, и музыканты Но вот писателей давно не было Вообще, как это, Саша, происходит? То есть тебе позвонили и говорят Александр, вы номинированы на премию GQ Или как это вообще? Ну, ко мне приехала машина черная Меня арестовали, привезли туда и сказали Будешь номинироваться? Да, конечно Потом уже объяснили, на что Нет, мне, честно говоря, в WhatsApp написали Не поверишь? Серьезно? Да, приглашение на мероприятие Я даже сначала не посмотрел Ну, зачем мне туда идти? Зачем? Потом, ой, хорошо Открытие, закрытие года Поэтому, друзья, если вы думаете Что серьезные мероприятия устроены по-другому Нет, там тоже пишут в WhatsApp Да, тоже пишут Это самое удобное Вообще, в номинации представлены Помимо Александра Федук Рома Зверь Александр Большунов Тигран Худовердян За которого Виктор Бромян голосовал Это не я его писал Всегда друг за друга, да, вот голосуете Вот диаспора ваша Ну, так или иначе приходится Приходится, конечно Принято Нет Вообще Кто, если не вы в этой ситуации Интересный состав, да Такой разношерстный, я бы сказал А я, как мне кажется Понимаю, почему все-таки там дают Ну, номинируют не за имя А за какие-то конкретные действия По-моему, вот мои там конкуренции замечательные Там у каждого есть Вот у Рома Зверя Есть не просто то, что он у Рома Зверя Потому что он в Лете сыграл, да? Да, да, да А потом там за Яндекс За какое-то конкретное действие Это скорее приложение к действию Человека номинируют А не самого человека за там Какие-то Тигран Худвердян Это Яндекс.Такси Он проделал тот проект, соответственно Ну, Рома Зверя, понятно Федук Я должен был догадаться, что там где-то должно быть такси Там где-то оно обязательно Федук, популярный исполнитель Ну, естественно Александр Большунов, наш спортсмен, лыжник Который, несмотря на все эти скандалы В итоге Сколько? Три медали он, получается На алимпийских играх Завоевал Хорошо Проект «Беспринципные чтения» Наверное, самый популярный Да, это когда рассказы Александр читает он С кем-то из известных актеров Я хотел бы уточнить Не только мои, далеко не только Мои, Александр Маленков Также там представлен Да, мы изначально сделали Вот у нас продюсер Настя Мы сделали втроем Это я, Саша Маленков, Саша Нигирев Причем Саша Нигирев Он вообще лауреат русского букера А Саша Маленков Главпред Максима И мы постепенно присоединили к нам Еще там, уже получается Семь или восемь писателей Чьи произведения мы читаем со сцены А актеров около сорока Уже приняли участие Пару имен буквально назову Это и Константин Хабенский И Максим Виторган И Ингеборга Дабкуна Это и Ксения Собчак Но что интересно Среди актеров Была актриса фильмов для взрослых Я слышал Была Александр, как Это какая-то давняя знакомая Или просто увидел Где-то в кино Или повод познакомиться Увидел в кино и понял, что она может Прочитать Как это произошло? Ты бы еще сказал Знакомая по прошлой работе Я знаю, что я пробовался в порно На роли отрицательного героя И хорошо там И девчонка, она зацепила А как там она читала? Слушай, у тебя там ничего не получилось? Ну ты-то стал неплохо писать Давай как-то поработаем здесь Нет На самом деле Беспринципные чтения В том числе и беспринципные Потому что У нас вообще нет никаких Каких-то правил Мы Где мы только не читали Или это Маленков подтянул все-таки Так, попрошу нашего Товарища Мы чуть даже Мы с церкви один раз читали Ну вот И читают не только люди Профессиональные актеры Но и журналисты читают И у нас даже Ксения Сухинова читала Вообще-то без мира читала Ну вот И позвонила девушка Говорит, слушайте, я актриса Я говорю, замечательно Ну я такая специальная актриса Я говорю, на сколько специальная? Я говорю, ну вот так вот От одного до десяти на сколько? Я говорю, на десять специальные И я посчитал, что Вот это какое-то ханжество Считать это не кинематографическим Искусством Потому что Это тоже очень сложная работа Надо сказать Ты себе можете представить Восемь дублей? Я в зеркало на себя посмотрел Мне нехорошо стало Ты знаешь, в роли Данила Козловского Забивающего мяч Я себя лучше представляю Восемь дублей В этих фильмах Тоже можно забить мяч Нет, вот Вот эти, конечно Там главное в штангу не попасть Везде пролезут Ну так вот И дальше я позвонил своим уже Коллегам Серьезным актерам И решил получить согласование Ну потому что они скажут Слышишь, ты вообще Офанарел И мне все сказали Это круто Давай Она пришла Прочитала Замечательно, кстати Прочитала В проекте У меня есть фейсбук Когда читает мои короткие посты Не рассказы Короткие посты Я считаю это правильно Почему не давать площадку И таким актрисам Она причем Замечательная девушка Она по-моему Ушла чуть ли не из МГИМО Да, то есть Она такая образованная Нормальная, интересная девушка Ушла из МГИМО В профессию В профессию, да Ну просто повезло, девчонки Просто повезло И давайте вот тут Может быть вы не смотрите Никогда Кто тебе такое сказал? Мы тут вообще об этом не говорили Ну хотя да С 7 утра на радио сидеть Надо выживать в конце концов Чем-то же надо забивать паузу Танюша Воронцова появляется В студии раз в час Это пропорно зашла речь И мы живем Ученилась 9.30 Ну здравствуй Татьяна Новосница Татьяна Воронцова Привет Друзья, доброе утро Александр, здравствуйте А что вы удивляетесь? Есть такой термин Инфопорно Кто-то должен этим заниматься тоже Я вот, кстати Ходила голосовать за вас На сайт GQ Я подумал Где я там баллотировался В 18-м году Ксения Собчак Принимала участие В беспринципных чтениях? Принимала Вот и пожалуйста Да, и вот исчезла Почему-то номинация Женщина года Внезапно Из человека года Вот куда она делась? Ну потому что Женщина не человек Что значит Женщина не человек? Это высшее существо Это высшее существо Это высшее существо Это высшее существо, Тань И что? Нет, ну серьезно Жизнь меняется Куда она делась? Слушайте, ну я честно говоря Не могу ответить за премию GQ Что вам там говорят люди, которые вам звонили Из премии GQ А я сразу А я в женщина-человек? И они говорят Нет, у нас нет номинации Поэтому поставили вас в открытие Да? Ну что же делать? Куда делась номинация Женщина года? Слушайте, я тоже думаю Ну какие могут быть, да, варианты? И есть у меня небольшое подозрение Что мы могли к этому с вами приложить руку Потому что когда была номинация Женщина года Некоторые дамы возмущались Что как это так? Сексизм Есть писатель года Есть продюсер года И вот посмотрите Женщина года как будто бы в одном ряду Как профессия Боролись за это, Танюш Боролись В профессии Женщина года Победило много мужчин Да, я надеялась, конечно Увидеть хотя бы одно женское лицо В номинации там Писатель года Ну хоть какой-нибудь А там вообще нет женщин? Нет, одни мужики Я все проверила Хоть не голосуй ни за кого Но за вас я голосовала За вас голосовала Так, ну друзья Давайте перейдем все-таки К другой актуальной теме Чемпионат мира по футболу Все равно все там будем Во-первых, предупреждаю водителей Вводятся первые ограничения В связи с Мундиалем В Москве, у стадионов Спартак и в Лужниках Так что, пожалуйста Следите за сообщениями Нашей службы трафика Ну и, соответственно Продолжают производить Разнообразные мерчи И вот случился Небольшой конфуз В продаже появилась Вода в форме меча Ну, казалось бы, да Матрешек нам было мало Мы еще что-то сделали Но, да Тут возникла проблемка Оказалось, что этой водой Можно случайно устроить пожар В смысле? Это что за вода такая? Это наша Огненная вода Это наша нормальная Русская вода Греческая, судя по всему, вода Нет, там Дело в том, что Форма бутылки особая Она круглая С этими гранями Соответственно Если ее ставишь на солнце Тепло собирается Ну и все, чему нас учили Охренеть Да В школе На уроках выживания в лесу На УБЖ в смысле На уроках Но у вас были уроки выживания в лесу Я с Дальнего Востока, да И, собственно, можете посмотреть ролики в интернете Народ, который успел купить Действительно, там Мужчина снял Как у него Рядом с бутылкой Дымится линолеум Журналисты, естественно Провели собственное расследование Помните, мы с вами жгли шоколад Да Ну как мы Ты, Воронцово Ты избор шоколада Сколько людей Нашлось и занятие После этой воды Понимаешь Заводы остановились Все пошли проверять А сколько найдет После этого выпуска новостей И, слушайте, прекрасно горят спички, например С помощью этого Маша Подождите Это сейчас было Это я сейчас не идеей делилась А наоборот предупреждала Хорошо, что ты не сказала вначале Дорогие дети С помощью этой бутылки Можно поджечь спички Нет, вы же знаете Спички детям не игрушка Подожди, а там прям прожигаются дырки в бутылке Нет, проходит Бутылка нет, проходит насквозь Да, получается Если поставить эту бутылку на солнце Она как линза, да, действует И, соответственно, там прожигается какая-то маленькая точка Мне кажется, мы попали на сюрреалистический урок ОБЖ какой-то Да, так и есть Так и есть Слушайте, а это идея Можно аркал снимать Сюрреалистическое ОБЖ Да Но, слушайте, у меня время заканчивается Ну скажите, что это было Главное, что не жизненное Александр, мы уезжаем в Питер Пожалуйста, посоветуйте мне какую-нибудь Удачи вам Это законченная мысль Богатое котиками место хотелось бы мне где-то найти В смысле, вы замуж хотите выйти? Я ищу котиков А, на котиков имеется в виду реальных котиков А, реальных, в смысле, котов? Да Так, подождите Выключай микрофоны Где можно погладить котов в Питере, а котиков мы обсудим У меня аллергия на котов Я не знаю, где можно погладить в Питере котов Да, действительно Все, я пошла Вообще, надо сказать, женщина Произначающая слово мундиаль Это уже изыск Это очень сексуально Особенно под такую Сегодня будет мундиаль Дорогой, не задерживайся Сегодня мундиаль Официальный голос мундиали Еще не сказала Ну ладно, не скажу Все, пока Действительно, да Пока, Танюшик, пока Да, мои господа, шоу Поехали на авторадио Продолжаем общение с писателем Александром Цыпкиным И вот я тут вне эфира Совершенно неожиданно выяснил Что оказывается Новелла с участием Ингеборги Добкуна И Джона Малковича Что была в фильме Про любовь Только для взрослых Это, оказывается, за авторством Александра Все И я ему прямо вне эфира поаплодировал Решил сделать это И в эфире так же Потому что реально очень крутая история Мне понравилась Спасибо большое Но это мы написали вместе с Аней Меликян Так что это наше совместное творчество Она со мной И, друзья Две картины короткометражных фильмов За авторством, опять же, Александра Отправляются на Кинотавр В программу Я так понимаю, что это будет в основной программе Короткометражного кино Да, одна картина по... Картина Короткометражный фильм, да? Да, эпическое полотно, я бы так сказал По моему сценарию Эпическое полотно по сценарию Александра Цыпкина А второе Второе мы вместе сделали Я, Ксения Рапопорт и Паша Капинос Мы вместе ее сняли В двух словах Что за история расскажи Одна история Я не хочу Там все в финале Называется «Прощай, любимый» Это монолог женщины От которой уходит муж И в конце Совершенно неожиданное действие Ну, на самом деле Это мечта каждой женщины Да, то есть А второе Вторая картина Это «Окно» По рассказу «Окно» Тоже про человека Который смотрит Который арендует квартиру Для того, чтобы там находиться Два-три часа в день И мы все не понимаем, зачем это А потом, опять же, неожиданный финал Это про любовь Естественно Ну вот Так, хорошо Что интересно Я знаю еще об одном Короткометражном фильме «В цвет» И там я слышал Правда или нет Что ты должен дебютировать Не только в роли сценариста Но и актера Ну, это, слушайте, это все Эпизодическая, да, такая история Во-первых, нет Мы В прошлом году Резоги Нишвили снял фильм «Вдовушки» Для фестиваля Света Бондарчук Экшн Это замечательный проект Когда Режиссеры снимают кино А кино это продается На аукционе Благотворительно Там собирают 50-60 миллионов рублей Я считаю Это лучший благотворительный Проект в стране И там я уже сыграл Маленькую роль Я не хочу быть киноактером Я точно не хочу быть Кинорежиссером Я все этого не умею Не понимаю как Надеюсь, из меня Хоть когда-нибудь Вылезет какой-нибудь Более-менее вменяемый сценарист Который мне нужно будет мучиться Как со мной мучается Меликян Слушай Вообще, Саша Ты же пиарщик, да? Да Да, я и до сих пор работаю Богомерзкий пиарщик Богомерзкий пиарщик Расскажи Вот люди Думают, что это ругательство вообще В чем заключается Работа пиарщика Наверняка Какие-то такие истории Выгодные у тебя истории Должны случаться в жизни Потому что пиарщики Мне кажется, этим только и живут Ну, смотри Конечно Коннотация негативное Слово пиарщик Это человек Который создает В твоих мозгах Некие иллюзии Вот и хорошо Если эти иллюзии Основаны на Каком-то честном контенте Да Это очень важно Я надеюсь Что мне удавалось Все-таки Не изменить Своей Такой хлипкой Но все-таки Имеющейся совести И более-менее Не пиарить Хлипкая совесть Александра Цыпкина Это может быть тоже Цикл рассказов Ну вот Поэтому не всегда их любят Иногда заслуженно Иногда незаслуженно Но тем не менее Достаточно Большой пласт работы Сегодняшней В целом В мире Он связан с пиаром А уж то, что История создается Пиарщиками своих времен Это абсолютно точно Да Ну, например У 300 спартанцев Просто были отличные пиарщики Там кроме спартанцев Была еще куча чуваков Которые тоже встали И погибли И не отступили Но мы помним Про 300 спартанцев Их хорошо отпиарили Я несколько утрирую Но это такая Ну вот Расскажи историю про метро О, про метро Это очень смешно Значит, да У меня такая Цепочка Я сначала В Петербурге На собрании нас Богомерских пиарщиков По названию Балтийский пиар уикенд Выступаю И говорю Какие-то добрые слова В адрес КФС Тем более Там приятель Был На тот момент Занимался тоже Пиаром Все это Замечательная структура Я говорю Вот какие молодцы Там что-то сделали Хорошее Я не помню Честно говоря Что Он говорит Слушай Цепа Приезжай к нам Значит Прочтешь у нас лекцию Я иногда читаю лекцию Такие мотивирующие Вот Как все А, вас нельзя ругаться Матова Неважно Как все не потерять Ну вот Так И Дальше мне вручают Такое большое ведро Говорит Вот теперь у тебя есть Анлим на год КФС Я подумал Мне вот только не хватало КФС на год Подожди Это только начало квеста Я пишу об этом в фейсбуке Говорит Черт подери Меня так замечательно Повезло У меня Теперь я могу Да Я похвалил Жаль не похвалил Панамеру Через некоторое время Короткое Ну Раздается так сказать Сигнал Из Порше Раша Говорит Александр Хм А давайте вы станете Другом бренда Похвалите нас Ну не надо хвалить Просто другом бренда Я думал Это пранкеры какие-то Окей Все Езжу теперь На Панамаре 70 лет Кстати Порше Между прочим Хорошая машина Ну вот Сказал Отработал Отработал Нет Чем говорить Кому это нужно объяснять Дальше Я Пишу о том Что ребят Вот есть такая возможность Но я все равно езжу на метро Потому что очень часто Быстрее на выходных Иногда катаюсь И рассказываю бабушке своей И бабушка Такой большой маркетолог Говорит А тебе метро за это платит За то что на нем ездишь Я пишу Говорю вот такое предложение Мне звонят из метро Говорит Александр Бабушка права Бабушка права Ну не думаю что мне заплатят За то что езжу на метро Но совместные действия Какие-то И акции Хотят Предпринять Так что Пиар иногда бывает Такая хитрая Хитрая Вопрос Но вообще Это конечно Создание общественного мнения Это сегодня важнейшая вещь Потому что бренды все одинаковые По сути По внутренним функциям И мы покупаем На основании эмоций И вот эти эмоции Создают пиарщики Маркетологи Короче за мурашки отвечают Саш Мы буквально через несколько минут Отправляемся в Питер Будем неделю вещать Ты не угрожай А мы навсегда? Нет На неделю На неделю вещать Давай одно твое любимое место Вот это не то Которое все знают Ни Петергов Ни Эрмитаж А то Куда нужно обязательно сходить Куда нужно сходить Просто кто не знает Саша родом из Ленинграда Поэтому Ну в связи с тем Что я люблю электронную музыку Там вот нужно зайти На конюшную площадь И пройтись по всем Вот этим Андеграундским местам Там будет прям лучший диджей Играть И на сегодняшний день Все-таки Питер Вернул себе Как мне кажется звание Столица электронной музыки Такие странные места Со странными людьми С офигенной музыкой Вот обязательно туда сходите А история про Лучшее место Я родился в Питере В очень дальних новостройках То есть У меня был последний дом города Вот реально Когда мы туда с мамой переехали Там получается У меня было там полгода Ну вот Я там вырос И мне казалось Это хорошо А бабушки все жили в центре города Прямо у летнего сада И меня на выходных Меня вывозили из Ленинграда В Петербург Скажем так И пытались Сделать из меня человека Как Моисеева прям Ну да И мы с бабушкой гуляем Летний сад Инженерный замок Говорит Ну вот Саня скажи Болос Тебе нравится? Да, очень нравится А какое самое красивое место В Ленинграде? Я говорю Самое красивое место В Ленинграде Угол солидарности И Калантай Бабушка выдержала Этот удар Говорит А почему? Говорит Ну потому что там все дома Большие и одинаковые А здесь маленькие и разные Ну вот Заедьте на угол солидарности И Калантай Там будет скоро табличка После этого Бабушка с Александром Не разговаривала А пройти по мосту По-новому Который вот связывает острова Конечно красивое зрелище Вот обязательно Спасибо Спасибо огромное Александр Цыпкин Был у вас в гостях Саш, спасибо Большое знакомство Спасибо Пока Пока